Рейд генерала Хадика на Берлин в октябре 1757 года, знаменитый эпизод Семилетней войны, в ходе которого австрийская кавалерия в течение одного дня беспрепятственно перемещалась по вражеской столице Берлину. Этот рейд вызвал в свое время значительный политический резонанс и сделал Хадика знаменитостью. Через три года достижения Хадика повторил летучий отряд русского генерала Тать Лебена на Берлин. За время Семилетней войны Берлин дважды в 1757 и 1760 году оказывался в руках неприятеля, оба раза в результате простого налета, точнее, берлинская экспедиция 1760 года планировалась как простой налет, но превратилась в итоге, в достаточно крупную по тем временам военную операцию с участием от 60 до 70 тысяч солдат с обеих сторон пионерами выступили австрийцы. Пользуясь тем, что все основные силы пруссаков были связаны в Селезии и Саксонии, и тем самым дорога на Берлин была свободна, командир небольшого австрийского корпуса Андраш Хадик выступил 11 октября 1757 года в поход на прусскую столицу. Идея такой экспедиции принадлежала принцу Лотарингскому, тогдашнему главнокомандующему австрийской армии, оставив в городе Эльстервердо исходном пункте своего марша, от которого по современным дорогам, приблизительно 160 километров до тогдашней границы Берлина. Для прикрытия генерала Клейфельда с полутора тысячным отрядом и двумя пушками Хадик, с остальными силами, двинулся через Лаузица на Берлин. Сто гусар с отборными лошадьми были выделены для обеспечения связи между обоими генералами. Остальные гусары то прикрывали основную колонну, то покидали ее для грабежа окрестностей. По некоторым сведениям они проходили ежедневно по 50 миль. Пути Хадик, сознавая ничтожность своих сил, приказывал на привалах раскладывать больше костров, чем требовалось, с тем, чтобы создать ложное впечатление о величине своего отряда. Напрасный труд. Военный комендант Берлина, генерал Рохов, несомненно осведомленный о приближении австрийского отряда, не потрудился произвести разведки. Единственная принятая мера предосторожности состояла в том, что были удвоены караулы на воротах. В дополнение к внутренним были установлены наружные посты за воротами. 15 октября Хадик достиг Кюнингес в Остерхаузене под Берлином. Отсюда марш был продолжен ночью через лес, с тем, чтобы отряд не был обнаружен прежде времени. Утром 16 октября Хадик стоял перед телескими воротами городских укреплений Берлина. Выбор места был не случайен. В 18 веке здесь почти вплотную к городским укреплениям подходили лес и густой кустарник, так, что Хадик легче, чем на открытом месте. Мог замаскировать слабость своего отряда. На 160-километровый марш Хадику потребовалось 5 дней. Штурм Хадик направляет парламентера с требованием контрибуции в размере 300 тысяч талеров от городских властей. Получив отказ, начинает штурм селесских ворот и моста через Шпрей. В то время стена городских укреплений Берлина не доходила вплотную до реки. Из-за топкого грунта небольшой участок на берегу был огорожен лишь деревянным полисадом. Одолев в короткой схватке защитников селесских ворот, которые, потеряв несколько человек, спасаются в город и запирают за собой ворота. Австрийцы идрами разносят в щепы полисад. Мост через Шпрей был в центре подъемном. Центральный участок поднимался на ночь, чтобы воспрепятствовать беспошлиному проезду. Отряд солдат гарнизона, защищавший мост, отступает и поднимает мост за собой. Третьего выстрела австрийцам удается перебить цепь моста, тот падает и разбивается под собственной тяжестью, обезопасив себя. Тем самым от нападения с тыла, с противоположного берега Шпрей, солдаты Хадика проникают в город со стороны реки. Через пролом в полисаде, в Кюпеникском предместе, начинавшемся сразу за селесскими воротами, им приходится выдержать небольшую схватку с двумя батальонами прусского гарнизона, состоявшими преимущественно из необученных рекрутов. Из которой они легко выходят победителями, отряд защитников города, стоящий у соседних Катбузских ворот, увидев поражение своих товарищей, обращается в паническое бегство. Австрийские гусары догоняют беглецов и рубят, не встречая сопротивления. Две сотни саксонских солдат, находившихся в составе гарнизона, перебегают в Хадику. Военный комендант Берлина генерал Рохов под предлогом охраны прусской королевы бежит с ней и остатками гарнизона в шпанду, бросив город на произвол судьбы. Грабеж победив, Хадик направляет в Вену эстафету с посланием Марии Терезии, начинавшимся знаменитыми словами из стен Берлина. При своих незначительных силах он не рискует войти в сам город. Его солдаты остаются в малонаселенном тогда занятом, в основном, садами и огородами. В Кюпенекском предместе пути отряд Хадика сопровождали проводники из числа бывших жителей Берлина. Теперь те же самые проводники превращаются в наводчиков, указывающих дома, где есть чем поживиться. Начинается разнузданный грабеж, сопровождающийся всевозможными насилиями. Устрашенный берлинский магистрат выражает, в конце концов, согласие на выплату контрибуции. Пробыв в Берлине один день, даже не дождавшись, пока сумма контрибуции будет полностью собрана, Хадик покидает прусскую столицу. В это время князь Морец фон Ди Сау, посланный Фридрихом со значительными военными силами, находится от Берлина на расстоянии двухчасового марша. Хадику удается благополучно избежать встречи с преследователями. Добыча австрийцев составила 215 тысяч таллеров плюс 25 тысяч таллеров премии для войска, а также две дюжины перчаток, прихваченных ими в подарок Марии Терезии. На обратном пути австрийцам удается дополнительно сорвать значительную контрибуцию с Франкфурта. Оправдываясь в своем унижении, немцы распространяют вымыслы о том, что подлым берлинцам удалось обмануть Хадика, подсунув ему одни левые перчатки. Резонанс «Гусарская выходка» Хадика производит огромное впечатление на современников, в том числе и на прусского короля. Получив известие о приближении австрийского отряда к его столице, Фридрих в этот вечер удаляется от общества. Его свита наблюдает через освещенные окна штаб-квартиры, как он, наедине сам с собой, часами декламирует строфи из трагедии Расина. Митридат, сопровождая декламацию драматическими жестами, ликование в Вене при известии о взятии Берлина, напротив, не знает предела. Хадик повышается в чине, получает крупный денежный подарок, награждается Большим крестом ордена Марии Терезии. За всю историю Австрии присужденной лишь 20 раз императрица обращается к нему с личным, весьма лестным для него посланием, напутствуя генерала Тать Лебена в 1760 году в аналогичный налет, исполнявший тогда обязанности главнокомандующего русскими войсками. Генерал Фермор желает ему, чтобы вы себе тем паче, как цесарский генерал Гадик, достойную похвалу и славу приобрести могли беспорядки в Берлине. Лишь когда все успокоилось, военный комендант Рохов рискнул вновь появиться в Берлине. Возмущенные берлинцы встретили его тухлыми яйцами и камнями. Лишь под солидной охраной оплеванному с ног до головы генералу удалось добраться до своего дома. Но и спустя много дней солдаты несли вахту у жилища коменданта, чтобы воспрепятствовать самосуду жителей, возмущенных тем, что Рохов, имея под своим началом, по меньшей мере, в полтора раза больше солдат, чем Хадик, позорно бежал, оставив город без защиты. Камергерп русской королевы граф Линдоров записал в эти дни в дневнике. Несмотря на свое бесславное поведение, во время штурма Берлин Рохов сохранил свою должность берлинского коменданта, частично, благодаря нехватке людей в тыловой военной администрации, частично, благодаря заступничеству близкого к Фридриху родственника. Весь город в отчаянии, комментировал эту новость граф Линдоров. Примечание. В ряде сочинений, посвященных Рейду Хадика, местом действия является не Кюпеникское предместе, но Луизенштадт. В избежании недоразумений следует упомянуть о том, что речь здесь идет об одном и том же районе Берлина. В начале XIX века, 50 лет спустя после описываемых событий, Кюпеникское предместе было переименовано в честь прусской королевы Луизы. Ныне это территория берлинского административного округа Фридрихсхайн-Кройцберг. Официальные австрийские реляции и описания очевидцев событий не совпадают в ряде незначительных деталей. Так, к примеру, официальные сообщения говорят о штурме селесских ворот, в котором, по сообщениям очевидцев, не было никакой нужды. Снеся забор на берегу Шпрее, солдаты Хадика беспрепятственно вошли в город, минуя городские укрепления.